Полтора миллиона человек в качестве туристов это абсолютно реальная возможность, если не случится какие-то дополнительные ограничения. Мы будем работать в условиях тех, которые проработают даже на сегодняшний день, то ничего невозможного в этом нет. Я ответил на ваши вопросы? Пройдут условно до начала июля. Спасибо. На самом деле вопрос еще своевременный, потому что несколько месяцев назад мы вам презентовали события на календарь, в нем 49 мероприятий, мы с вами говорили о том, что в случае не снятия ограничений по количеству участников мероприятий, 16 из этих фестивалей будут проходить в онлайн-формате. На самом деле на сайте, на каждом мероприятии написано, будет ли они проходить в онлайн-информате, в любом случае незамисимо от того, будет ли возможно оффлайн-информат или нет. Остальные мероприятия, конечно, мы будем отвечать в информацию о том, что они перенесены или отнимены. На сегодняшний день у нас все-таки пока еще 10 подозначений по массовым мероприятиям до 50 человек, поэтому ближайшие мероприятия, которые будут обозначены, будут ли они проходить или нет. Будут ли они проводить в онлайн-формате или нет. К сожалению, если быть на календарь в этом году по понятным причинам, мы их не сможем реализовать. На самом деле, если мы с вами сейчас говорим про Турцию, мы в супер-эсконсеренции посетили отдых на воде. А Турцию мы все-таки представляем себе в большинстве, большинство из нас Турции представляет себе как отдых на воде. Не так много людей ездят на материаловую часть, чтобы посмотреть в качестве Стамбула, в качестве целевого своего отдыха. В основном, конечно, это отдых на побережье, и я думаю, что если Волга, конечно, это не море, но это величайшая река, которая дает все варианты отдыха на воде. Почему нет? Конкретное место. Конкретное место, сопоставимое с Турцией, такого не может быть, но совершенно уникально. Мы не можем сказать, что у нас есть кусочек Мексики, кусочек Турции, кусочек чего. Но Россия у нас свой планет, свой отдых, поэтому мы сейчас приглашаем всех отдыхать на нашей территории, тем более, что действует третий этап туристического кэшбэка. И, конечно, он стимулирует передвижение туристических масс в России, в том числе в низких сезонах, таких как Вестеринский и Осенний период. Ну, а летом мы всегда востребованы, тем более, волжские берега. Спасибо.